Областной музыкальный театр Конечно, у нас основная линия – это лирическая линия, линия одиночества, линия, когда человек может заблудиться между, скажем, даже полами, заблудиться между сытой жизнью, нормальной жизнью, между любовью и безденежьем. И тут же, конечно, появляется и мотив выбора. Эти темы, насколько актуальны, настолько и стары, и будут волновать людей вечно. Перевоплотившись в барышень, два закадычных друга-музыканта Джо и Джерри ищут лучшие доли, но любовь, которая возникла так внезапно, чуть не спутала все карты. Что ты сидел и прослалишь, а? Смотри, какая куча высоты! Я чувствую себя в воде, сбудешь сливок! Дорогая Дафна, если ты хочешь наздонить свою шкуру, забой, краски, весь летний, тебе придется съесть на дорогую диету. Ясно? Что ты наделал? Ты оторвал мне грудь! Дорогая Дарья Дарья, понятно. Как скажешь, Джозефин, а? Жальский туалет? Там! Дафна! Естественно, в театральном ревью «Однажды в Чикаго» звучит много музыки. Глен Миллер, Джул Стайн и даже Барбара Стрезен. В спектакль задействованы в основном молодые артисты. Молодые, свежие, не тронутые никакими штампами. С ними интересно работать. Они откликаются очень активно на какие-то предложения. С ними интересно и спорить, и с ними интересно побеждать. Сергей Захаров, исполнитель роли авантюриста, саксофониста Джо, отмечает, что образ его героя во многом созвучен самому актеру. Есть между ними что-то схожее, а потому дышится в этой роли легко. Это свободолюбивый, честный человек, в первую очередь. И потом он никогда не унывает, как и я. Он всегда стремится жить, всегда хочет этого. Всегда добивается своей цели, если он действительно ее хочет. И если он видит эту девушку, что это она, то он идет и это делает. Однажды в Чикаго увлекательная авантюра с большим числом действующих лиц, с красивыми костюмами, яркими хореографическими номерами. Коллектив театра постарался, чтобы зрители получили как можно больше приятных эмоций. Любовь Почерникова, Денис Денисов, РТВ, Иваново.